К событиям в мире прошло полгода с момента вторжения России в Украину. Военный конфликт повлиял не только на его участников, но также и на весь мир. О главных последствиях вооруженного столкновения между двумя странами и последние заявления сторон расскажет Зауреш Думанхаза. Угрозой глобального голода обернулся шестимесячный военный конфликт в Украине. До 24 февраля доля украинского подсолнечного масла составляла около половины мирового рынка. Но с началом боевых действий возник его дефицит, спровоцировав подорожание продукта. Цены подскочили на 44%. На страну приходится и до третьей мирового экспорта пшеницы и кукурузы, поставки которых снизились из-за блокировки черноморских портов. Остро это ощутили страны Африки и Ближнего Востока. Для разрешения кризиса пришлось подключиться ООН и Турции. При их участии Украина и Россия подписали соглашение. Редкий дипломатический прорыв в затянувшемся противостоянии. Судам разрешили вывозить продовольствие. На данный момент экспортировано больше 600 тысяч тонн продуктов. Между тем грядет и кризис удобрений, крупнейшим поставщиком которых является Россия. В результате санкций экспорт приостановлен во многие государства. Санкционный режим, ставший ответом России от стран Запада, привел к энергокризису. Так, бензин в ЕС вырос на 7%, а газ преодолел отметку в 2000 долларов. Страны еврозоны ввозили три четверти голубого топлива и почти половину сырой нефти из России. Теперь планируется постепенно сокращать количество поставляемых энергоресурсов, а к 2030 году полностью прекратить их импорт. Пока одни эксперты считают, что это развит зеленую энергетику, другие прогнозируют дефицит газа и, возможно, его нормирование. Впрочем, растущий спрос на нероссийские источники энергии привел к беспрецедентному росту цен. С подорожанием топлива и еды возросла стоимость и на остальное. Продолжительный военный конфликт оставил след в геополитике. Началось так называемое возрождение Североатлантического альянса. Придерживавшиеся нейтральной позиции Швеция и Финляндия подали заявки на присоединение к блоку. Официальная Москва не раз объясняла свои действия желанием сохранить безопасность на границах и не дать НАТО расшириться. Но случился обратный эффект. Теперь общая граница блока и России увеличилась вдвое. К слову, впервые за 200 лет от нейтралитета отказалась и Швейцария, также присоединившись к западным санкциям. Спустя полгода не решена судьба самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Еще неоднозначнее ситуация со статусом Крыма. На недавнем онлайн-саммите Крымской платформы Владимир Зеленский заявил о намерении Украины вернуть полуостров любым способом. По его словам, это позволит восстановить нормы международного права. Мы вернем Крым. Это наша территория. Мы сделаем это любым способом, которым решим. Что касается прямых атак, Украина не нападает на мирных жителей. Ни в зарубежных странах, ни на временно оккупированных территориях. Мы знаем, что делаем. Знаем, где военные объекты и склады. Украинские солдаты работают там по плану. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма с 2014 года, цитата, закрыт окончательно. Что касается спецопераций, как в Кремле называют боевые действия на территории Украины, она, по словам министра обороны Шойгу, идет по плану. На заседании министров обороны ШОС глава российского ведомства прокомментировал замедление темпов операции. Такие меры приняты, чтобы, цитата, «минимизировать жертвы среди мирного населения». По его заявлению, территориям, над которыми установлен контроль, оказывается ГУМ-помощь и восстанавливается инфраструктура. Враждебная риторика лидеров конфликтующих стран и отсутствие намерения к мирным переговорам не дают надежды на скорую деэскалацию ситуации, считают эксперты. Также аналитики стали чаще говорить о начале партизанской тактики военных действий. К пример тому, недавние взрывы в Крыму. В Москве их списали на несоблюдение правил безопасности. Также сообщалось о диверсии. Украинская же сторона свою причастность к ракетным ударам не признает.